Скажите, да, почему здесь сегодня? Отставим свое рабочее место. Закрыли нашу организацию, мы работники. Мы остались без работы, наши семьи остались без заработка, без хлеба. Мы борем за свое рабочее место. Хотим, чтобы нам вернули рабочее место наше. Ну вот здесь вот стоят хуры такие большие. Вы перекрывали им сегодня проезд? Да, конечно, и будем перекрывать. Будем перекрывать и не выпустим их, пока нам не вернут наши рабочие места и работу нашу. Мы не знаем, на каком основании вывозятся эти хуры. Куда им, на каком и куда их вывозят эти хуры. Они ничего не объясняли? Нет, они еще вчера не объясняли. Еще вчера, вы были у нас, нас там взяли как заложники. Мы там сидели, поделились, сидите в автомат. Вы там в середине находились? Да, в середине здания. С пол-одиннадцатого до пол-третьего сидели мы там. И света не было, отключили свет, отключили все, отключили. Чуть ли в туалет не водили под этот стул. Нечуть ли, а водили в туалет. Работать, у нас мальчик грузчиком, ему угрожали, что будет много раз аваривать. Я посмотрел на бойца, начал угрожать, что я тебе сейчас заведу за угол. И там поговорим с тобой. Мы будем сидеть, пока нам не вернут нашу работу. Они не представились, а кто они, что они, не представили никакие документы. Вы валили решетку, через окно залезли. Мужчину, мужчине подставили автоматка виска. Положили на пол, это нашего там старшего, положили его на пол, залезли на пол, получили. Поставили этот автомат, и он там лежал. Пригнали все наши, нас догнали в одну кучу и держали там. Телефоны подбирали. Телефоны подбирали у нас. И что вы будете здесь? Будем сидеть, да. И ночью даже? И ночью, да. Надо ночью. Будем сидеть ночью, но мы не выпустим ни единую фурацию. Мы не выпустим ни единую фурацию. Пускай нам покажут, на каком основании вывозятся отсюда фуры. На каком основании вывозятся отсюда фуры. Мы будем сидеть здесь и завтра будем, и послезавтра будем. Надо будет, будем скаты полить, будем все делать. Возможно, но фура отсюда не будет, ни единая. А сколько у вас человек на предприятии работает? По-разному. Ну, в пределах 12 человек. Это смена, да, 12 человек? Нет, ну мы постоянно. А, вы постоянно? Да, да, у нас с 8 до 5 рабочий день. Я же говорю, нам есть за что держаться. Нам работа нравится, начальство у нас хорошее. Нам есть за что держаться, есть за что держаться. Есть за чем без сидеть. Да, а реально сейчас вот нас оставили без заработка, реально. Так что мы будем, конечно, сидеть. Ночью-ночью, завтра днем-днем. От кого помощи ждете? Кто, как вы думаете, может в этой ситуации помочь? Сами себе. Сами себе. Сами себе помогаем. Сами себе. Нет у нас справедливости для таких простых людей, как мы. Мы никому не нужны. Вот у нас были работодатели, мы работали, и этого нас лишили. Где справедливости, у нас на Украине нет. Для рабочего, простого крестьянина, нету работы. Нигде. Давление на государство ты не пойдешь, потому что я в 40 лет уже не могла в государственную фирму нигде устроиться. Потому что тебе 40, тебе скоро на пенсию. А здесь реально работаем, и все. Меня никто ничего не спрашивает. Я себе работаю, меня эта работа устраивает. На данный момент меня оставили без хлеба. Где справедливость? Наш президент будет за меня бороться? Я ему нужна, как зайца пятая нога. Он о себе думает, о народе не думает. Ни один чиновник у нас. Не дед. Есть люди, дали работу, работаем, мы вам мешаем. Нет. Мы у вас, у государства уже ничего не просим. Так оставьте нас в покое, дайте нам работать. Дайте людям работать. Где справедливость? Нету ее. Но когда голосовать надо, когда выборы, о, тогда за речку покупают пенсионеров. Так что, девочки, будем мы сидеть здесь, будем мы сидеть здесь, сколько надо, сколько будем. Мы прежде всего оставим свою организацию, и нам жалко наше начальство. Потому что нам есть за что бороться, есть за что. Мы не хотим это в данный момент потерять. Мы не хотим. Мы не хотим. Я же говорю, наши, 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 вот даже украинцы нам не могли дать работу, что нам дали арабы. И мы им благодарны, мы им низкие, им поклоны, и мы будем стоять. И мы будем стоять. У нас только цены ростут, пенсии маленькие, заплаты не поднимаются, пенсии не поднимаются, а продукты ростут. Вот мы идем, чтобы заработать какую-то копейку. Чтобы на что-то прожить, чтобы купить, покушать и принести какую-то копейку мимо этого всего. Так что, будем стоять до конца. Ну, последний. Добрый день.